Протягом первого форума регионов Беларуси и Узбекистана, у дельников которого принимал Минск, стал визит у при нема неуприватности. Гостями была наведана Лида, где прошло подписание дорожной карты развития супрацовництва по меж Гродинским регионам и Самаркандской области Узбекистана. Если в целом говорить, конечно, и по Гродинской области, и Лидский регион, конечно, это самолочная промышленность. Так, огромный потенциал нашего рынка, и мясное направление, и молочное направление, переработка, глубокая переработка молочной продукции. Я думаю, это огромная ниша. Потом то же самое еще можно сказать про поставки из Узбекистана сельскохозяйственной продукции, в частности, плодовочной продукции. Супрацовництва меты, якого з'является умыцование сяброуства и притягнение инвестиций, мае развито. Перспективы партнерства адлюстрованы у товарообороте Лидского района с предприемствами Средней Азиатской державы. На прикладу, в области Деничаек или 20 предприемствам с узбекистанским капиталом. За первое погодие оборот товаров вырос в два раза и склав 4 миллионы долларов. Пошук новых экономичных партнеров у приватности в аграрном бизнесе з'являются основы для створения суместных вытворчастей. Подкресли у старшиня Гродинского облаканкама Владимир Крауцов. Я подчеркнул именно Лидский регион, учитывая, что здесь достаточно развита продукция сельскохозяйственного машиностроения, которая сегодня очень нужна и востребована в Узбекистане. Поэтому есть именно в этом направлении, я думаю, такая реальная и ближайшая перспектива. На сустрей Чебаке обмерковывали усе махчимости повеличения промыху, заемных поставок товаров и продукции. Как экспорту, так и импорту. Наши предприятия легкая промышленность заинтересованы в хлопке, которые производятся и выращивают там. Самый лучший хлопок в Узбекистане. Мы заинтересованы в поставках с Узбекистана, прямых поставках фруктов, овощей, сухофруктов. Мы все равно это все покупаем, приобретаем, но через различные посреднические структуры. Как прохудшало насустрейше у Лидии, в супрацовнестве помеж регионами важны усе напрямки. Але наибольшую вагу мают контакты помеж деловыми колами. Подписание дорожной карты – это свой особливый план мероприемства по далейшим супрацовнестве и выдатный подморок для двухбаковых проектов. Далейшее знаемство с Гроденщиной, как плануется, отбудется в рамках бизнес-форума и выставы Кирмашу «Еурор Ейон Ньоман» у Веросни.